можно код показать можно можно показать немножко цивилирующегося расхода в общем мы делали покер а мы сразу понимали что сегодня делать не успеем но хотя бы генерацию как должны в результате у нас вам сейчас придется немножечко подумать и наверное стоит немножко реально пообсуждать потому что у нас появились хороший способ раздачи карты для покера для blackjack и никаких проблем нету для blackjack раздачи карты надо кстати у нас получилось залиться вообще всяких проблем бэкэнд залился просто мурак когда скопилировался с рантендером никита может рассказать что он поборол основная наша проблема в следующем если у нас играют двое то никаких проблем нет у нас есть шифрование электричных кривых которые позволяют соответственно зашифровать ключами одно значение потом если в любом порядке из одного его расшифровать одним ключом то второй человек сможет своим ключом расшифровать получить исходное таким образом мы берем колоду здесь шифруем каждую карту шифруем ее всю передаем второму человеку второй человек выбирает а 2 к насколько отдает отсюда и выбирая для карты себе соответственно а это человек расшифровывать свои им причем то что им у depot яхал этот не знаю что и играет этими карточками а это человек отдать ему об breaths как он ни своим ключом карты этим их расшифровывает отдает, и он начинает на что-то у него. Этот алгоритм ни хрена не работает, если настроен. Как только настроен, у нас появляются всякие проблемы, типа если вот этот отдаст карты вот этому, то третий игрок всегда должен каким-то образом спросить, какие у меня карты есть. Этот расшифрует, и от него потребуется ключ. И в результате вот этот будет знать, какие карты были использованы из колоды, кроме тех, что у него сейчас на руках. Поэтому мы придумали сложный алгоритм. Да, скажу честно, я пришел сегодня без него, наверное, не с ним. Не очень до конца, не знаю, как он работает. Но вообще польза просто офигенно. Серьезно. Что мы делаем? Первый получает карты в порядке 1, 2, 3, 52. Как-то их подписывает каждую карту своим ключом. Запоминает у себя порядок своих ключей, все свои вещи, которые он использовал. запоминает свой ордер, в котором у него, в котором он, какую карту он как смапал. Ордер такой мап. Из номера 0. Вот, соответственно, как-то тасовывает, подписывает, отдает второму, еще хуже, отдает второму, у него уже полное G, G номер 1, как-то он что-то делает, у второго G номер 2, и в результате у нас есть подписанные всеми ключами в непонятном порядке непонятные карты. Вот, что мы делаем дальше? Дальше человек, который получил их последними, откусывает себе кусочек карт, которые ему нужны для игры, а все остальное откусывает все карты, которые будут играться в этой игре. От этого куска откусанных карт себе откусывает то, чем будет играть, а все остальное отдает вот этому. Вот, просял у него все ключи, которые сейчас должны быть. Все ключи для вот этих карт. Этот человек смотрит в свой порядок шифрования, узнает, да, только для двух других, он дает четыре ключа. не для всех. Вот, этот смотрит в свой порядок шифрования, отдает ему ключи, точно так же, но у него теперь меньше кусок, он от него откусывает, отдает вот этому, и таким образом, когда вот этот получает карты, он не знает те карт, которые были откусаны от этого куска, и он знает только две своих карты. Вот, таким образом, мы можем нормально раздать карты, и все время мы потратили на борьбу с ростом. А последний, который, вот у него четыре карты, ему надо половину откусить. Он же знает, что он отдаст. Он отдаст две последнии. Он знает, что он отдаст, но у него нет ключей от него, потому что первоначальные ключи, есть только в этом, и этот свои ключи. Отдает для всего, для чего попросили, но не для тех карт, которые у него на руках. Вот, ну, соответственно, сначала он не отдает эту карту, а потом дальше идет распространение ключей, карты флопа, темно, или... А вот этот вот, англуссовый сразу много. Он на всю игру. А он дилер теперь, да? Да. В чем фишка? Фишка в том, что каждая карта у нас представляет для себя некоторый большой объем данных, в котором, например, наименование карты, и какая-то подпись, например, с прокатом карта. Для того, чтобы ты мог... Ты не знаешь, в каком порядке тебе пришли ключи. Потому что, если мы будем знать порядок ключей, то по этому порядку ключей, которые запрашивали, можно будет восстановить, какие карты сейчас будут расшифровываться. Вот. Поэтому, для того, чтобы расшифровать эти самые карты, мы берем все ключи, которые нам приехали, просто их теперь выбираем. Там получается немного, там получается порядка 75 тысяч. Вот. Но, соответственно, как только мы получили расшифрованную карту в таком виде говорим, что она матчится с картой, мы говорим, о, ура, все, не знаю, можно начинать играть. Ну, все. Никит, будешь рассказывать, на что ты нахнулся, призабить? Не, какая-то гораздо интереснее было. Во. Раз сила, раз вещь, с полгода, я думаю, будем написать. Если кратко, то, бэкэнд запилили, нарастили, бэкэнд и возвращает то значение. Там реализована, грубо говоря, одна функция, но если одна функция работает, значит, можно еще 150. Все проблемы были с Fluence, скажите. С Fluence вообще никаких проблем не было. Сразу сделал make-файл, в котором собирался бэкэнд в васом, а потом запускалась вот эта устрочечка с докером, она просто сразу прям сосалась, запустилась. Может, у меня настроенный Rasta докер? У меня не было настроено, то есть мы установили на Ubuntu. В принципе, это заняло час. Формулк сразу туда ходит. То есть это 7 команд, это займет 5 минут выполнения. А так, локально, я пытался когда возвращаться к докеру, в котором лежал бэкэнд, он почему-то не возвращал данные и выкуривал ошибку и при запросе там происходило что-то не то. Причем, после того, как бэкэнд положили уже в Fluence полноценный, уже все, прораживка пропала и все работает. Там session 1 для импеременности каждый раз. Там библиотека самая джессная библиотека самая импеременция. Прямо положили и в локальном, и во Fluence у меня либо заработали. И, короче, для этого Fluence один и тот же код не работал с докером и работал вовременно на Fluence. Да, это на таймскрипт, TypeScript через React. А если через напрямую в Docker, то всегда все работает, только надо там постоянно менять сессию. надо менять номер сессии и всегда надо раз 64. То, что надо добавить, это когда тот же самый номер сессии, надо что-то вернуть быстро, не ждать 5 минут. в общем, будем следить за развитием технологии. В целом интересная штука. я думаю, сейчас мы реализовываем и подписи, и... Смотри, в бэкэнде я дореализовал бы состояние, когда к нам приезжает на вход строка с JSON, я ее диспетчу, сереализую обратно, возвращаю, нам больше не хватило. на гитхабе первое, второе в Dash Fluence. 73 номер. Давайте поаплодируем.